На дворе 21 век, но за этими дверями как будто время остановилось. Девушки не в мини, а парни не в джинсах, рассаживаются перед небольшим киноэкраном. Все как сто лет назад. Здесь, в зале университета искусств, специально воссоздают ту атмосферу, которая в начале 20 века царила в Харьковских кинотеатрах. Уважаемая публика, администрация просит занять места согласно купленным билетам, не свистеть ногами и палками, не стучать. Приятного просмотра. Мишка, крути фильму! На экране уникальный фильм того времени «Умирающий лебедь». Известный российский режиссер Евгений Бауэр показал жизнь немой балерины Гизеллы. Томный образ девушки решил изобразить художник, якобы нарисовать смерть. Но Гизелла внезапно влюбляется и становится счастливой. Тогда живописец убивает свою музу, чтобы завершить картину. Сто лет назад этот фильм пользовался огромной популярностью. Да и сейчас в интернете просмотры немого кино переваливают за несколько тысяч. Главные роли в картине исполняют одни из самых на то время известных артистов. Витольд Полонский и балерина Вера Каралли. Я выбрал именно этот фильм, потому что Бауэр считался самым ярким режиссером дореволюционного кино. И поэтому этот фильм наиболее четко будет рисовать умонастроение, ощущение публики того времени. Сто лет назад, когда технологии были не столь совершенны, как сегодня, рядом с экраном стоял рояль. Человек, называемый топером, играл на протяжении всего фильма. Сегодня, чтобы не упустить ни малейшие нотки того времени, за клавишами тоже сидит музыкант. И тут весь зал начинает возмущаться. На экране пропадает изображение. Якобы порвалась пленка. Однако это организаторы сделали специально. Мол, нередко такое случалось во время сеансов. И это было даже опасно для зрителей. Могла произойти трагедия, потому что была пленка, которая была горючей. И если возникало воспламение пленки, очень часто происходили в связи с этим пожары. И были, конечно же, человеческие жертвы. Подобную реконструкцию давних кинопоказов в Харькове раньше не проводили, отмечает кинокритик. Однако надеются, что это станет доброй традицией для первой столицы. И окунуться в эпоху начала 20-го столетия придут намного больше желающих. Виктория Таряник, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».